На Чикойскую землю, где проходит фестиваль «Семейская круговая», в эти дни приехали люди не только из соседних регионов и из самого Забайкальского края. Побывали на нем и жители Китая и даже США. Владимир Лишенко подробнее. Из столицы Забайкалья Читы до Красного Чикоя 600 километров. Поэтому делегацию из китайского города Эргуна, прибывшую в Забайкалье, на «Семейскую круговую» сначала накормили, а затем и в дальнюю дорогу отправили. Мы вам желаем хорошего пути. Министерство международного сотрудничества и весь Забайкальский край очень рады, что вы приехали к нам. Время в пути артисты из китайской группы «Земляки» терять не стали. И в салоне автобуса тут же заиграла гармошка, а затем зазвучали русские песни, которых у потомков этнических выходцев из России в запасе несколько десятков. Ведем песню, та же старинной, новой. И мы уже Китай показывали, и сейчас в Россию приходим. «Семейская круговая» в этом году расширила международное участие. Представители Краевого министерства внешнеэкономических связей пригласили на Чикойскую землю не только граждан Китая, но еще и исследователя культур разных народов из США Томаса Диккенсона. Он попал в самое сердце живой забайкальской старины. Бабушки из села Архангельское преподали ему мастер-класс по народному танцу, а затем угостили блинами. Еще 27 лет назад я интересовался жизнью семейских. И вот, наконец, я здесь. Для меня это большая честь и большое счастье здесь присутствовать. У организаторов «Семейской круговой» в планах создание выездных площадок. При этом «Красный Чикой» останется главным местом брендового мероприятия. Я думаю, что как дополнение и какая-то вариативная ситуация, выезд в Монголию или в Китай, почему нет? Мне кажется, это будет хорошо. Ну а пока за душевные песни соотечественников неподдельная искренность американца Томаса пришлись по сердцу участникам фестиваля. А это значит, мосты дружбы налажены и общение продолжится уже вне рамок «Семейской круговой». Владимир Лишенко, Вести, Читат. Владимир Лишенко, Вести, Читат.